день воскресный день чудесно прямо сейчас мы отправимся ко мне в гости и вы увидите четвертую финальную серию про ремонт в моей двухкомнатной квартире капитальный ремонт на площади 55 квадратных метров что было что стало ведь сейчас я полноценно живу в квартире многим было интересно посмотреть чем дело закончится прямо сейчас это дело и увидите в том числе назову цифры а еще расскажу много всего интересного как меня один сосед кинул с арендой квартиры да да ребята будет что посмотреть в процессе рассказа буду давать необходимые комментарии расскажу вам как преобразовался наш дом ведь у нас идет полноценный капитальный ремонт дома короче ролик будет по-настоящему жизненный о нашей повседневной жизни а смотрите в москву я вернулся уже более 15 дней назад за все это время был один лишь солнечный день болею просто не выздоравливая короче ребята обо всем порядку пойдемте в гости напомню что летом этого года в нашем доме начался капитальный ремонт нам поменяли кровлю меняют фасады как вы видите обшивают просто белым металлом чтобы дом смотрелся посвежее покрасили его делают облицовку по низу виде плитки накладывают поменяли нам стояки трубы и вот первое интересное наблюдение когда в доме идет капитальный ремонт одним из вопросов является замена стояков в квартире приходят люди говорят типа давайте менять игру что будет если откажусь имеешь на это полное право отказаться расписался все но в дальнейшем если к примеру затопил соседа снизу то за это будешь отвечать ты особенно если естественно это по причине там непомененной трубы это важно для всех тех кто в дальнейшем столкнется подобной ситуации в своем доме но как я понял на это даже больше половина дома отказались от замены стояков общался с соседями спрашивал кто-то говорит да они еще 50 лет проживут рано менять смысла нет никакого кому-то поменяли стояки и естественно были истории когда юра юра быстрее нас топит кого-то из соседей затопило знаю точно общался с людьми города нахрен зафигачила всю квартиру в общем было интересно но в целом я лично естественно доволен что ну ничего себе капитальный ремонт в доме посимпатичнее станет выглядеть но в любом случае вторичка остается вторичкой потому что достаточно зайти в свой родной подъезд раньше был у нас консьерж теперь консьержа больше нет по двум причинам произошел так сказать конфликт интересов люди посчитали что консьерж ничего не делает а консьерж сказал а вы мне ничего и не платите чтобы я что-то делал по 300 рублей мы должны были вместе скидываться соответственно больше его нету на это чревато тем что в подъезд будет свободный доступ и соответственно как вы помните вот в таких местах теоретически возможно это будет жить но сейчас все чистенько бомжей и прочих гостей нету вот обратите внимание в рамках капремонта поменяли нам окна по всем этажам поставили пластиковые смотрится прикольно но как-то зайдет так немножко странно когда внутри например вот стен перекрашивать не будут ничего делать с этим не будут но тем не менее окошки у нас новые ну и конечно же фактор соседский кто-то вот купил себе что-то там для мытья а коробочку не захотел нести на мусор поставила здесь может быть кто отнесет за него вот отличный пример это вот лежит здесь уже вторую неделю то есть кто-то принес рассыпал побросался и посчитал то что ну а че я же буду убирать нет конечно кто-то придет за меня и уберет вот она лежит ждет этого кого-то все те кто смотрит ролики помнят что недавно выходил ролик с чудесного острова бали кто пропустил посмотрите и там я делал акцент что бали это помойка люди выбрасывают мусор из окна вообще на изи и считать что это нормально так вот все те кто подписан на мои социальные сети прекрасно знают что точно такие же люди живут и в моем доме я вернулся осмотрелся и понял что с это стабильность как вышвыривали мусор прямо из окна так и продолжают делать даже если сейчас выйти вдоль дома есть пакетики люди выбрасывают средства личной гигиены кто-то выбрасывает бутылки я вот честно скажу я вообще не понимаю что должно быть в голове у человека когда у тебя есть в каждом подъезде действующие мусоропровод раз за домом огромная площадка для сбора мусора и все это в шаговой доступности и нет ты все равно вышвыриваешь мусор прям себе под окно напишите ваше мнение в комментарии ну и собственно мой пролетик как видите все убрал никакого хлама больше нету возникнет вопрос наверняка у многих что в итоге с плиткой ребята я походил пообщался поразмыслил и честно говоря желание у меня просто напросто отпала что-либо делать в подъезде по ряду причин первое я сходил в управляющую компанию объяснил свое желание об этом рассказывал возможно об этом рассказывал в телеграме канала кто не подписан подписывайтесь смысл следующем у меня четыре соседа нас четыре человека на этаже на нашем пролете вот мне нужно каждому собственнику троим прийти и попросить чтобы они мне дали письменное согласие на то что не против того что я здесь перестелю плитку но сейчас уже начинаешься думать наперед и думаешь ну его нафиг вот это вот активность а инициатива который может дальнейшем привести к ряду каких-то проблем потому что проблемы могут быть любой соседи может пожаловаться но на основании этой бумажки до подписаны в управляющей компании я могу от этого все дела отбиться но если это никому не надо то и я думаю не стоит не сюда лезть с другой стороны цена вопроса недорого недорого и быстро то есть буквально два-три дня все здесь прям была бы чистая красивая плитка но честно говоря как я сказал желание что-то почему-то отвалилась от этого всего дела значит оператор временно отсутствует поэтому я сниму сейчас все сам покажу вам по живому по домашнему мы уже можем заходить в квартирку но ребята придется сначала вас познакомить со спонсором выпуска шикарнейшая информация для всех предпринимателей кто занимается бизнесом вот как понять что реклама работает эффективно компания тратит огромное количество средств на рекламу возникает вопрос как отследить эффективность каждого ключевого слова каждого потраченного рубля оказывается сделать это можно элементарно с помощью платформы аналитики рекламы и продаж комэджик как это работает я рассказываю колл-трекинг покажет сколько звонков и других обращений привел каждый рекламный источник и во сколько это вам обошлось вот точный колл-трекинг позволяет вам экономить и быстро перераспределять бюджет на более эффективные и менее затратные источники привлечения клиентов а вот сквозная аналитика продемонстрирует какие маркетинговые активности реклама направление бизнеса приносят бизнесу деньги комэджик объединяет данные из рекламных систем сервисов веб-аналитики серым и других источников и вы видите эффективность маркетинга и продаж в одном окне а с помощью виджетов и каналов текстовые коммуникации вы можете увеличить количество обращений а также контролировать все коммуникации с клиентом значит оценка сервиса в google 48 в яндексе 49 как вам такие результаты поймите скомэджик вы сможете получать больше отдачи от рекламы тем самым зарабатывать больше денег для вашей компании переходите по ссылочке в описании оставляйте заявку получаете подробную консультацию первый месяц обслуживания вы получаете в подарок вот вы на меня некоторые обзываетесь а я вам всю свою жизнь как она есть показываю значит ребята смотрите уверен что никто из вас не будет пересматривать все предыдущие три серии поэтому кратенько вам напоминаю было принято решение мной сделать капитальный ремонт в квартире на все про все закладывалось примерно два ну край три месяца по факту успели сделать все гораздо быстрее ремонт в квартире был закончен еще к началу сентября этого года то есть мы опередили все сроки единственное что мы дольше всего ждали это естественно кухня там были небольшие сдвиги со сроками но в целом мы переехали в эту квартиру еще в начале сентября жили здесь еду собственно заказывали купили мультиварочку начали готовить вот эта четвертая серия давайте рассмотрим как такая нанести защита дипломные работы я вам сейчас буду кратко все показывать рассказывать детально почему так сделали вы посмотрите а дальше напишите ваше резюме норм не норм хрень и так далее все как вы умеете дадите полезную информацию в комментариях смотрите да это у нас квартира была в темных тонах именно поэтому решили сделать и больше в светлые цвета изначально я переживал за белые стены лишь только потому что ребенок я думаю блин да сейчас все это будет пачкаться общая площадь квартиры с учетом балкона сейчас примерно 55 квадратов это не так много и поэтому крутились вертелись на том что имеем небольшая прихожая купили полочку дымофон идет у нас с видеосвязью далее идут два включателя один включатель это свет второй который отключает все розетки вот по нему было ряд вопросов мог прикол ушел выключил пришел холодильник весь разморозился ребята думаем думаю как вы думаете неужели мы об этом не подумали короче к этому выключателю завязаны розетки вы сами можете выбрать какие мы определили какие и свет то бишь ты выключаешь его уходишь вот например там рабочие места все то что нужно было да изначально обесточить она обесточивается холодильник и прочая история она остается работать функционирует у бишет включатель выключатель настраиваемый ранее выключатель был здесь и когда ты разуваешься постоянно его задевал попой и в общем было неудобно сейчас сделано грамотно вопросов никаких нету вот такое собственно здесь пространство это у нас первый коридор но сперва мы пойдем с вами в туалет значит по туалету двери это просто песня я вам они сейчас еще чуть позже расскажу но я сначала когда мы начинали делать ремонт очень сильно хотел сделать слайдер именно по такой причине что видите например дверь открыта тут пройти можно но не очень удобно некомфортно слайдер я думал то что он будет сдвигаться по факту просто напросто не хватает нам места в нашей квартире чтобы это сделать сдвигать его сюда ну получается у нас вот этой истории не будет куда вешать есть возможность сделать технологию в стену он будет уходить но это тоже нужно донаращивать а я вот эту перепланировку хотел узаконить я ее узаконил об этом я вам тоже чуть позже расскажу и еще ключевая мысль заключается в том что у слайдера есть немножко щели то есть она пропускает гораздо больше звуков нежели чем вот такая за мою глухая стандартная дверь поэтому исходя из того что вариантов для других не было пришлось оставить вот такую дверь ванна санузел ребята получилось одно из самых уютных мест дома мы очень сильно хотели сделать вот какую свеженькую хорошую ванну и вот что у нас вышло ванна очень комфортная все те кто писали что да зачем такая большая ребенок в ней утонет упадет здесь есть ручки дочка купается в удовольствие когда ребенок купается у нас нет такого что мы налили ванну ушли на балкон дверь закрыли она здесь одна нет вот так вот присаживаешься рядом пьешь чай ребенок купается ты с ним играешься общаешься вот этот по правильному подогрев пола естественно сделан и огромное количество подсветок точно так же все дело под себя мне нравится потому что иногда я оставляю подсветку исключительно только по низу и вот эту историю включая парящий потолок включая только зеркало полностью как сейчас свет включен это когда начинается там стирочка вещи собираешь уборочка всего включил света достаточно каждое пространство за все боролись чтобы везде что-то было здесь допустим химия идет убирают за красиво поставили корзинку для того чтобы сюда скидывать все основные вещи как тут она здесь прижилась чтобы не захламлять это обратите внимание что я вам показываю вот ровно так мы и живем что нет у нас никаких тюбиков вдоль ванны дополнительных полочек куда все расставлять пошел мыться взял себе что тебе нужно помылся вытерся вышел свободен в этом плане достаточно то есть на одного человека от заходишь вместо но конечно хотелось бы больше но работаем с тем что имеем расширить ванну сами понимаете это нереально с точки зрения вытяжки точно так же включил работает подогревы розетка защищенная все продумано все предусмотрено в этом плане изюм полотенцесушитель точно также с подогревом можно выбрать он электрический включить там на 24 6 часов короче выбираешь все сам поэтому друзья делайте выводы ну мы собственно остались довольны мы снизу прячется корзиночка для того чтобы то скидывать грязные вещи идем дальше детская комната это была одна из ключевых задач сделать полноценную ребенку комнату на сегодняшний день моей дочери два с половиной года растет ребенок нужно чтобы было собственное пространство пойдемте смотреть как она выглядит собственно вот такая комната площадь у нее 10 с половиной квадратов немного соответственно нужно было все как-то продумать расставить обращался к вам рассказывал дизайнером ребята предложили такой вариант и все понравилось вся мебель сделана полностью под заказ через кухни мария на них оставлю контакты ребята проверенные всем остался доволен начиная от организации заканчивая сборкой приехали собрали просто ну все стоит как должно быть как на картинке по цветам то есть в этом плане вопрос никаких не было значит что сделали до полочку для того чтобы можно было раскладывать игрушки шкафы для того чтобы там были все ее вещи потому что задача была одна из самых главных чтобы вот именно в этой комнате были все игрушки и личные вещи ребенка чтобы в зале у меня на рабочем месте в моем шкафу ее вещей не было чтобы вот все твоя комната здесь раскладывать в том числе кровать с подъемным механизмом куда дополнительно можно что-то убрать сделано ряд подсветок основной свет парящий потолок над кроватью также осталось еще специально вывели провод вот единственное что по сути кстати не доделали это вот торшерчик можно повесить и вот просто думаем вешать не вешать а какой повесить и так далее люди переживали писали мол надо кровать у ребенка висит шкаф большой это очень плохо мало того что изначально при монтаже мы его повесили хорошо так еще дополнительно усилили вот так что я по факту могу сейчас туда залезть лежать в нем и он никуда не упадет это просто так для понимания поэтому естественно перестраховали кстати огромное спасибо всем тем кто дал такой совет прочитали увидели решили им воспользоваться батарея на 4 секции все больше здесь не нужно с точки зрения отопления потому что шпарят по полной программе все классно ну естественно защита для ребенка небольшое окошко на проветривание подходит идеально в летнее время к там жаришь сами понимаете смысла от этого окошка никакого не будет хоть прям полностью открою ну жара есть жара и конечно в силу того что помещение небольшое приточка от боли вот ее просто ребята запоминаете всем рекомендую кто живет в городах у кого вот такие небольшие комнаты пользуемся всегда на авто режим ставишь у нее здесь есть датчик co2 если он видит сам до что кислородом меньше становится он поднимает скорость то есть нагоняет воздуха больше это очень важно чтобы вы высыпались ваши дети высыпались дочка приходит у нее есть свое рабочее место она присаживается здесь играет поет песни потом берет ставит например стульчик сюда себе включаем компьютер ей мультики смотрят добрые хорошие мультики поют песни вот мне нравится такая ля лёка малёка кстати разные песни знает уже стишок даже выучила вот и таким образом получилось как по мне шикарная детская уютная комната а мы с вами двигаемся дальше и это наша вторая прихожая свет включил предостаточно света это очень важно было всегда для меня потому что я ненавижу когда люди живут так что у них однако нет лампочка еле-еле что-то светит конечно не знаю устраивает наверное раз так живут но я люблю когда ты включил свет и светло шкаф встроенный сделан естественно под заказ изначально хотели сделать его с зеркалами посчитали то что нафиг она не нужна вот так вот он очень уютно здесь гармонично смотрится открываем шкаф и здесь предостаточно место то бишь это сейчас покажешь нас чемоданчики здесь тоже вещи бишь ну понимаете место здесь принципе достаточно есть зашел например разулся и можно пройти сюда си мы все троем приходим домой там снимаешь одежду спокойно переодеваешься раздеваюсь ну как бы на так раз расползтись по коридорчику можно ну и дальше специально попросил сделать дверь на кухню вот такую рода слайдер английском стиле что ли не знаю но смотрится очень уютно и самое главное что реально очень круто работает толкнула все открылось мы ее больше поставили исключительно так для красоты для уюта для атмосферы что можно было на прораз такое некое зонирование да сделать ну а дальше мы с вами идем на кухню и зал где я вам покажу парочку интересных моментов о перепланировке это вопрос очень важный вот сейчас я вам вопрос на просто разжую если вдруг вы собираетесь покупать себе квартиру на вторичке например она там сделана с перепланировкой но она не узаконена а вам квартира понравилась здесь не нужно бояться здесь самое главное правильно все посчитать и посмотреть первое перепланировка есть двух видов которые сделаны так что она поддается узакониванию вторая это перепланировка которая не поддается узакониванию в любом случае придется что-то делать вот если вы будете делать там до ремонт в квартире какие-то моменты можно переделать переиграть окей если вы хотите купить и ничего не делать а она не поддается узакониванию то в данной ситуации для вас может быть в дальнейшем проблем проблем только в тот момент когда на вас кто-нибудь там нажалуются либо там какая-то проверка придет и зафиксируют что у вас есть неузаконенная перепланировка такое бывает встречается у кого-то чаще у кого-то реже я ходил в жилищник наш смотрел огромное количество бумажек предписаний когда людям проломают стены объединяют зал с кухней им прям вот штрафы серии поднимаете стену переделывать возвращаете обратно я был дико удивлен думал что такого в принципе нету оно есть очень важный момент на кого вы нарветесь если вдруг вы захотите заказать себе услугу по узакониванию еще год назад я задумался об этом вопросе нарвался на людей которые мне сказали мы сейчас все сделаем вот так можем вообще тебе хоть твою узаконить там еще вопросов нет мы тебе все сделаем прождав год я понял что люди не разбираются в вопросе от слова совсем ничего сделать не могут над ними все только смеются и в итоге эти люди просто-напросто пропали нашел людей которых изначально мне вообще посоветовали посоветовать знаете где в можел инспекции а я почему сначала как-то не придал значение вот записывать и ребята переплан вот сайт их я вывожу вам на экран это профессионала своего дела работают москва московской области по питеру вот с ними у вас вопросов не будет вообще никаких все что нужно это дать вот доверенность сделать и забыть на пару месяцев они за вас все сделают работают максимально прозрачно я просто остался настолько доволен уровнем работы так самый-то прикол в том что вот на сегодняшний день все документы готовы и в ближайшее время мне их аж с доставкой на дом еще привезу я вообще не ходил ни в какие мфц ни по каким бы ты никуда я не бегал ни с кем ни о чем не разговаривал они сами вызывали инспектора короче всех кто нужен то с быта и замерщик приезжал я в этот момент занимался им делами вот это я называю уровень пожалуйста переплана один огромное спасибо их директору дмитрию дядька вот такой специалисты высшего уровня контакта на них смело оставляю в описании для вашего удобства ряд людей не понимают как так можно объединять зал с кухней да зачем это нужно ведь ты получается спишь прям на кухне нужен отдельный уголок куда ты можешь ночью прийти один посидеть в тишине чай попить короче друзья каждый из вас строит под себя ровно так как он хочет я не знаю какие отношения у вас вашими детьми женами родителями у меня в этом плане слава богу все идеально и соответственно мне от кого-то прятаться я наоборот хотел сделать такое пространство чтобы мы как можно больше времени проводили в общей комнате друг у друга на виду сижу я на проработку вижу как жена книгу читает как ребенок играет вот это для меня было важно не так чтобы мы там все попрятались но но в силу того что я делал узаканивание перепланировки вот так просто оставить зал с кухней без перегородки нельзя но но все же можно обыграть ребята сейчас я вам покажу как выглядела бы кухонка если бы она не была совмещена с залом господа вашему вниманию перегородки значит сразу говорю что вот эти перегородки это самые дешевые то бишь дешевле не существует потому что я их заказал исключительно экспериментально для того чтобы вообще посмотреть и понять что они себя на деле будут представлять стекла здесь каленые защищенные короче если сейчас по нему ударить то естественно но посыпется но она останется короче по такому же принципу клубовое стекло сделано это на случай безопасности вот знаете бывает в видеомонтаже делаю то что ты зашел куда-то у тебя там тебя со стороны снимают по факту вот я вам сделал такую визуализацию что вот это пространство небольшой вот этот пенал вот она сейчас кухня собрана в своих границах здесь должна быть не стекляшка стена столик и ты сидишь возле стеночки кушаешь пьешь чай ну такие планировки в подобных квартирах очень часто встречаются мне так не нравится я как представлю просто одно что здесь была бы сейчас полноценная стена ну честно прям давит тем более маленькое небольшое окошко света гораздо было бы меньше но для меня это полная хрень значит контакты на ребят у кого я заказывал например в частности перегородки я оставлю в описании вот смело заходите на любой кошелек на любой вкус можете выбрать там любые фельдиперсовые вот эти например четырех составные можно сделать там шести составные можете зайти к ним и посчитать а я эти перегородки скорее всего беру потому что мне не очень понравилось с ними они мобильные их можно быстро поставить быстро убрать в этом никаких сложностей нет абсолютно можно заказать что-то под себя более красиво и сам смысл заключается в том что вот я вам сейчас продемонстрировал как бы выглядела кухня если бы была стена а так знакомьтесь наша новая кухня вот уверен кто-то посмотрит сейчас скажет ля да все что же самое было же точно так же ты получается старую выкинул а новую купил такую же правильно нет ответ неправильно к слову все то что было я продал примерно в общей сложности за 100 тысяч рублей врать не буду ничего я не выбросил люди пришли просто все скупили сами вывезли сами разобрали и соточку я еще себе заимел значит рассказываю здесь большой шкаф для того чтобы там у нас хранились все различные аптечки и прочее всего полно вот это очень круто интересная штука это и духовка и свечи печь то есть два в одном можно выбирать режимы дальше показывать до наполнения не буду лишь в силу того что вам и так в принципе понятно что кухня тут что хранятся там продукты здесь у нас идет посудомоечная машинка тоже такая продуманная со своими наворотами технологиями дальше столешница рабочая зона для приготовления пищи сейчас же здесь у тебя большая зона много света ты встаешь спокойно нарезаешь обратите внимание что плита у меня газовая но на две комфорки кто-то сейчас может подумать а зачем как ну две комфорки обычные четыре поймали себя на мысли что мы никогда более чем двумя комфорками одновременно не пользуемся а при этом пространство она занимает в два раза больше а здесь два раза меньше ты что-то варишь готовишь если что всегда у нас есть там всякие эти мультиварки духовки короче такой потребности что мы например поставили два блюда готовить и нужно еще третье просто не существует поэтому все те кто будут готовить себе ремонт ребята рассмотреть вариант такой действительно удобно практично место занимает гораздо меньше вытяжки и прочие истории это как само собой разумеется винный шкафчик сделали небольшой исключительно лишь для того чтобы не пропадало пространство подумали ну чего обычно там пустота ну давай сделаем просто пусть что-то лежит чтобы было красиво уютно светлая красивая кухня вот эти фасады сейчас такие скажем так современные их пришлось подождать ну а так в целом все нравится посмотрите сами как это сделано раковина это просто мечта хозяйки значит первое изначально раковина сама по себе меньше было и ключевая задача была сделать ее как можно больше вот в нашем случае больше собственно не получалось бы потому что ну был там ряд технических моментов кран просто шикарный ребята можно снять его что-то тут промыть до удобно он поднимается опускается настраивается в общем-то эти вещи казалось бы банально просто ничего особенного но нереально крутая вещь и здесь у нас идет дозатор специально для моющего средства каких у нас бутылочек ничего нету это было важно вот мы-то хотели единственного тряпочки здесь лежат тут может быть надо продумать только под них какую-то подставку обеденный стол ровно то о чем я мечтал раньше у нас была барная стойка за которой сидеть невозможно а сейчас здесь сидит дочь сижу я присаживается моя супруга и мы сидим кушаем общаемся при необходимости можно включить что-то на фону как правило телевизор мы не смотрим и вот друзья сидишь просто получаешь удовольствие того что ты нормально правильно сидишь за нормальным столом и питаешься дома в кругу своей семьи что еще нужно а все вот эти игры которые были до этого барные стойки у тебя сейчас полистываю иногда объявление ну так же с интересом смотрю кто что продает а у кого какой ремонт сделан всегда когда вижу эти барные стойки на них прям делать акцент фотографии понимаю одно что для повседневной жизни для приема пищи это хрень полная ну серьезно это просто полная хрень лучше кухонного стола никто ничего не придумал и собственно мы переходим с вами в зал ну вот согласитесь да что перегородочки так себе то бишь их лучше убирать не в претензию да как производителям понятно дело что я сам выбрал самое дешевое с точки зрения того что но не вписываются они сюда в интерьер может быть подумать что-то более современное сделать покрасивше я подумаю но вот эти варианты сто процентов уберем я специально оставил для съемки чтобы вы могли увидеть как это выглядит здесь раньше у нас была перегородка друзья хрень такая была полная вот как я сделал сейчас вот это просто идеал потому что мы например ложимся спать я жену лег ребенок засыпает у себя в комнате потом про среди ночи он может прийти к нам ложиться к нам посерединке мы ложимся место здесь теперь предостаточно вот вдвоем спать вообще идеально троем с ребенком уже тесноватий но кислорода гораздо больше у нас есть крутая станция три в одном это мойка очистка увлажнитель воздух у нас есть точно также здесь приточная вентиляция все это работает исправно за всем я слежу все намыто фильтра поменены чистенькие включил и ты ложишься и засыпаешь на спим мы на матрасе от компании блюслип раньше у меня он здесь тоже был но был более жесткий в этот раз я заказал себе матрас это новый матрас здесь он по принципу идет по мягкости как в отеле то бишь матрас на матрасник от блюслипа друзья я вам всем рекомендую покупать матрасы от компании блюслип потому что это реально уровень кто бы там что не писал что ой там матрас какой-то не такой шикарный матрас я вам говорю как человеку которого в доме матрас от блюслипа родителям подарил матрас от блюслипа 2 у нас матрас у дочки маленький матрас это тоже блюслип еще и диван до которого мы дойдем это тоже от блюслип ну просто реально продукция топ вот с точки зрения сна ты ложишься и просто утопаешь в нем но действительно очень мягкий комфортный повторяет контур твоего тела и в этом плане ты можешь полноценно выспаться здесь небольшой островочек мы сделали для супруги у нету всякие и прибамбасы стоят у нас есть возможность включить подсветку вечернее время включаешь включаешь остальное свет ну уютненько интересно вот эта часть временная потому что она стояла в другом углу где сейчас стоит елочка меняемся с вами местами телевизор камин камин это просто ну не знаю моя мечта с точки зрения того что он очень сильно придает уюта кому-то нравится не нравится мы им пользуемся всегда у нас постоянно включен плюс этого камина в том что у него есть различные режимы это раз и самое главное что он может давать еще и подогрев это тоже очень круто потому что ну мало ли там будет прохладно мы все-таки в россии живем полгода зима всегда его можно подключить элементы декора который приобрела моя супруга пожалуйста кондиционер про него расскажу еще отдельно но реально очень крутой в жару им попользоваться не успели но когда прохлад пару раз я его включал тоже для примера он гонит теплый воздух то есть соответственно в моей квартире точно не замерзнешь лишь бы было электричество пока есть электричество все будет шикарно ковер точно такой же как был в дубае я когда снимал квартиру там понравился ковер жене я приехал домой а на у нас теперь такой же будет ковер ну вот так вот знаете как бывает за границей подсмотрели привезли себе домой света как вы видите просто много можно включить в любых режимах приглушенный вечерний любой мне так нравится не хватает на мой взгляд никаких нибудь там нескольких картин по стенам как вариант где-то повесить было бы неплохо потому что с одной стороны смотришь на стены думаешь ну как-то вот чего-то как будто бы не хватает поэтому напишите ваше мнение в комментарии но в целом для пространства очень даже неплохо вот этот диван ребята от blue slip он ортопедический я специально даже прямо по живому все сейчас продемонстрирую значит фишка в чем наклон спинки ты когда присаживаешься ты уже кайфуешь это во первых есть ли к примеру вечером там нужно лечь спать ну всякое бывает там не за гости приехали как правило все диваны которые бывают когда ты их раскладываешь вот это идет составная часть и спать на нем невозможно это исключительно так один разок переночевал и все здесь же это полноценное спальное место вот на одного человека ну естественно заправляет все это дело ты ложишься и кайфуешь и собирается все это дело тоже элементарно путем того что вот части прорезиненные он в принципе не ездит большие подлокотники поначалу казалось то что да зачем слишком большой подлокотник по факту когда-то пользуешься ребенок лазит играет ему интересно чай можно поставить на блюдце да ну очень удобно поэтому вот эти вот продукты от компании blue slip я вам серьезно горит от чистого сердца всем прям рекомендую как по вариант у них есть шоурумы куда вы можете приехать и сами там поваляться попользоваться и принять для себя решение но мне продукцию очень нравится ну и конечно же балкончик и мое рабочее место заходите покажу похвалюсь примерно об этом я мечтал вот именно так и хотел чтобы это выглядело шикарнейшие рабочее место ребята доказываю защищаю значит первое балкон у нас максимально утеплен про это есть отдельные серии на канале самый жирный плюс и самый важный плюс это то что мы сделали подогрев вот этого парапета этой стены на балконе вот если бы не было бы подогрева я уверен на 90 процентов что здесь в мороз было бы дискомфортно по факту я на балконе хожу босиком шортах футболки вот так же и мне комфортно потому что пол у нас всегда включен он всегда с подогревом всегда греется стена то же самое садишься шикарно силу того что я сижу ну вот примерно посередине от окна мне никак в шею ничего не дует щелей никаких нету окна все хорошие в этом плане здесь находиться комфортно кто-то мне написал что с таким креслом спине конец возможно если вы с утра до вечера сидите за компьютером у меня такого нету во вторых когда я сажусь я стараюсь сидеть правильно поясницу поддержка есть все поэтому сказать что мне дискомфортно с этим крестом я не могу у меня есть профессиональное кресло одного там хрень полная мне не понравилось ничего лишнего на столе я люблю когда порядок чистота вот примерно всегда так выглядит мое рабочее место не хватает только ручки или листочка бумаги чтобы я все записывал ноутбук кнопочка ютюба лампа которая по идее должна была быть выкинута но знаете два и такое что вот оставлю оставлю пусть будет лампа осталась таким образом можно присесть у меня есть ряд подсветок я например могу включить подсветку вдоль до окон все цвета меняются можно сделать ярче темнее можно включить основной свет чтобы было все видно сразу выключить эта история короче свет я люблю я люблю чтобы можно было создать уютную атмосферу ну и здесь у нас хламовая скажем так дрон зарядные станции прочая история все спрятано здесь то напоминаю что есть у нас стол можно разобрать его присел пожалуйста рыбки почистил в обратную сторону сел можно что-то включить на компьютере допустим супруга находится в комнате смотрит фильм к примеру все тишина я изолировался при этом я их всех вижу света достаточно вот мне кажется это просто шикарный вариант когда наступает лето у меня полноценный большой балкон вышел сетки москитные есть специально на зиму всегда убираю а на лето ставлю обратно ну и вот в этой части балкона у нас также встроенный шкаф графитового цвета наверное правильно пока что здесь у меня хламчик это чисто мои вещи в ближайшее время все разберу разложу красивенько и здесь у меня будет полноценный также у меня есть такая штучка типа бар всем бар образовался ну так для красоты повесил для интерьера на всякий случай пусть будет ну и здесь окошки слайдер очень удобная вещь действительно как бы комфорт уют для квартиры придает все на своих местах и я всем очень сильно доволен цифры цифры денюжка сколько ушло ходишь тут как этот пижон выкобениваешься друзья цифры шокирующие и пугающие те кто в ста квадратах делают ремонт от и до под ключ за миллион рублей просто пролистывайте сейчас я буду врать значит обосновываю откуда берутся цифры как это происходит вот у меня есть телефончик вот я когда что-то покупаю вот допустим арсен 6000 рублей справка арсен 8000 рублей справка плюс 3000 рублей выезд петрович 8000 рублей пакеты вот по такому принципу я веду свои дела что-то нужно купить оплачиваю и сразу записываю сразу записываю потом у меня получается вот такой вот список бесконечный где можно все цифрыки подбить посчитать на основании этого я вам озвучиваю ценник под ключ за все от и до вот я решил посчитать в этот раз с учетом балкона то бишь вот смотрите все что вы сейчас увидели на картинке как вы знаете у меня по сути все новое я посчитал все включая телевизор камин потому что это все новое друзья тут старого в принципе ничего нету из ремонта из предыдущих серий кто не смотрел не хочет смотреть я напомню что мы сделали все с ноля все сломали все заново подняли не тронули только лишь пол основания самого потому что он был хорошо сделан предыдущими владельцами и местами стены не трогать то что стены тоже были выровнены все было уже подготовлено за нас до нас а проводка и все остальное все заменили прям грамм под ключ то бишь квартира изюм как я называю изюм за все про все с учетом мебели техники и всего ложечки вилочки покупали все новое ребята я на этом делаю акцент не томи да не томи давай называй 6 миллионов рублей за все это про все 6 миллионов рублей от 6 миллионов мы сразу отнимаем 700 тысяч рублей это балкон да без учета рабочих мест балкон тогда обошелся 700 тысяч это подогрева утепление все заново поднять стекление свет и так далее до 5300 далее если начать отнимайте сколько я заработал там примерно бартером ну помните я вам в предыдущей серии например говорил о том что порядка миллиона на сегодняшний день уже примерно полтора миллиона рублей даже если не соврать два то бишь из своего кармана я отдал вот денег вытащил живых в районе трех с половиной миллионов рублей вот за все таким образом я получил абсолютно новую квартиру мы купили новые игрушки вещи ребенку себе вещей вот покупаем постепенно новое короче мы приехали в новую квартиру все вот столько денег мы отдали можно было бы сделать все дешевле проще и так далее все индивидуально я собрал для себя квартиру такую какую я ее видел когда я вернулся домой когда собрали ух не прихожу все это мой дом я здесь чувствую себя комфортно поэтому сразу хочу ответить на комментарии если кому-то что-то где-то не понравилось ребята вот пишите обязательно высказывайтесь без проблем но мне плевать потому что в данной ситуации я сделал ровно так как я хотел все один момент это вот со стенами я вас просил там про картины остальное нам все нравится пожили вот сейчас я сижу спокойно записывал он у меня дочь бегает я вижу она вот сейчас манго ест жена начинает посуду мыть ты бишь пожалуйста а вы их не слышите да а я их вижу слышно мне приятно второе это цены на недвижимость будучи за границей мы снимали сюжет о ситуации на рынке недвижимости он есть на канале где ребята агенты риэлторы специалисты по недвижимости рассказывали о том что рынок сейчас падает вниз продаж практически нету короче что все очень плохо и цены на квартиру будут падать вернувшись домой я решил просто посмотреть что творится непосредственно в моем районе потому что по своему району я цены знаю я регулярно смотрю забегая наперед все те кто ждал что я приеду и скажу все квартира продается фига ребята фига квартира не продается мое все никому не отдам значит я открываю карту открывая свой дом и вижу что старые вот эти вот убитые проперданные однокомнатные двухкомнатные квартиры как стоили космических денег так они и стоят вот одна квартира до здесь там девять триста однокомнатные это как будто бы дешево считается по факту это просто космическая цена для этого состояния для этого ремонта я свою квартиру покупал за одиннадцать миллионов рублей ровно и подчеркиваю меня практически пятьдесят пять квадратов ну тут опять же как считает там с балконом вот я вам открываю одно объявление пусть для соседа это будет там реклама одиннадцать миллионов пятьсот тысяч рублей двушка но на десять квадратов меньше а на сорок пять метров одиннадцать пятьсот друзья то есть на пятьсот тысяч рублей дороже чем та квартира которую я покупал в том состоянии посмотрите что за фотки купив ее я сразу говорю что минимум это три четыре миллиона нужно будет вложить чтобы сделать хороший качественный ремонт чтобы в квартире было комфортно находиться либо же за миллион рублей косметику тяп-ляп готова то есть здесь кто как здесь только если мы скажем что вторичка дно давай первичку ну открывал я вот здесь у меня есть некуда лёку новостроечки от пика там по настроили двушка как было 17 500 за 55 квадратов но в новом доме так она и осталась то есть я что-то не увидел чтобы что-то сильно просела по ценам я понимаю что их наверняка никто не покупает эти квартиры но сам факт того что народ не скидывает а миллион два три то есть так сто двести тысяч подвинулся и вся у меня нету ни кредитов ни долгов нету x5 кстати вот до 6 миллионов я же x5 хотел а вот смотрите что сделал вот но зато теперь я сижу спокойно дома могу попивать чай там с малиной не завязан ни на какие банки могу спокойно там купить себе билеты плететь там не знаю в дубае или еще куда-нибудь да куда захочу потому что нету финансовых обязательств а мог бы жить сейчас в новостройке и платить каждый месяц там не знаю по 300 400 кто как там платит за ипотеку ну у каждого выбор свой в моем случае вот живое обоснование почему я вложил столько денег в двухкомнатную квартиру на вторичке вот в таком вот условно там проперданном доме бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе а сейчас у меня будет вот такой блок ну по сути можно его назвать рекламным я хочу рассказать немножко подробнее про некоторых ребят с кем работал кто что делал спасибо во первых сказать этот блок будет очень полезен всем тем кто на стадии ремонта кто будет начинать делать короче очень полезные контакты информации сразу говорю что в описании под каждой из серий остаются все контакты они все актуальны созванивайтесь писать и там для вас подготовлена вся информация вам даже думать ни о чем не нужно вот от и до ремонт можно сделать согласно этих контактов вот запоминайте на севере москвы есть огромный шоу-рум магазина пол вам в дом там под одной крышей собрано три проекта это напольные покрытия двери и штукатурка краска и все что с этим связано вот приехав туда вы просто-напросто офигеете от обилия и я бы даже сказал изобилия выбора на любой кошелек целый день можно только ходить выбирать но у них реально толковые специалисты особенно если вы приезжаете с вашим там дизайн проектом вы уже понимаете что вы хотите вам сразу подберут все что нужно это очень комфортно фишка заключается в том что я не знаю как так получилось но ребят реально работа профессионал вот я когда двери выбирал мне женщина прям реально помогла очень сильно я все четко призничал сидел но она мне прям так и говорит вот 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 это тебе понравится я сейчас от дверей которые она мне предложила просто восторге там же у них есть магазин волс ру это ровно тот магазин откуда у меня появилась штукатурка уровень организации рабочего процесса меня просто удивил я сначала даже не понял вот был прикол они наносят штукатурку делают тестовый образец и потом у вас фотографирую я не знаю там под 30 разными светами то бишь белый свет желтый свет там 5000 кельвинов 3000 кельвинов под разными углами натуральный свет и все прислали мне это для того чтобы я мог понять как краска будет смотреться на стене оценка парням просто 5 баллов друзья вы должны понимать это не коммерческое помещение это там не где-то бизнес вести это дом это квартира куда я прихожу домой я смотрю на эти стены я понимаю то что это просто ну классно это мне очень нравится это прям вот тебе радует что не зря все это было сделано что действительно ты получаешь это удовольствие поэтому вот за такими организационными моментами нужно следить и те кто хотят сделать себе круто вот запоминайте и записывайте куда вам нужно ехать точно так же в магазине волс ру были приобретены те самые фото обои в детскую комнату они делают светопробу отправляют тебе ее ты на нее смотришь утверждаешь и запускают в печать любое изображение делают на раз-два любых размеров самое главное это исходник чтобы он был хорошего качества но работы я действительно остался доволен вот вы сами видите как это выглядит ну шикарно я не говорю о том что все бросали прям вот а мошков там снимать про нас будет нет сказали там про цветопроба будет готова через три дня через три дня прижить это пробу сказали что установка дверей будет в такой-то день такой-то день в назначенное время без опоздания приехал человек поставил двери казалось бы мелочь а правильный подход к работе поэтому я сижу и говорю ребята огромное вам спасибо на все про все у нас ушло по ремонту семь недель в чем залог успеха ну в первую очередь подготовка ребята я вам рассказывал что есть дизайнеры с помощью которых вы можете заранее нарисовать себе квартиру понять что вы будете делать уже сделать расчеты просчеты понимать сколько денег вам нужно ну и соответственно обратиться к вячеславу это слова прораб который делал и вел весь ремонт от и до мы уже с ним давно в принципе работаем и балкон он нам сделал и он квартиру всю собрал отношение просто пять баллов вот поэтому даже голову себе не ломайте не надо думать искать кого-то на стороне вот люди уже все проверено обращаетесь к ним к вам они приезжают делают все замеры расчеты озвучивают цифры нравится договорчик подписывайте работайте также хочу сказать огромное спасибо пользуясь случаем так сказать всем сотрудникам славы кто приходил работал делал парни вы знаете я вам лично всем руку жал говорил что вы красавцы вот хочу так сказать на камеру озвучить что я действительно остался доволен поэтому если у кого-то есть потребность в ремонте вам нужна проверенная бригада где за вас сделать все от и до и не будут грузить вас бегай туда съездить в магазин ой забыли это вот слава ну и дизайнеры я оставлю ссылки я работал с алиной и также нам комнату нарисовал дизайнер по имени слова все контакты на них тоже будут в описании поэтому можете посмотреть вот прокраску отличный живой пример когда болтаешь что-то в чем не разбираешься в третьей серии макс это человек который красил нам стены до готовил носил краску даже я даже сейчас даже не за как правильно сказать то я его назвал там маляром вот макс маляр обращайтесь к нему диман я не маляр я мастер по декоративной штукатурки это горит немножко другое вот кому нужен мастер по декоративной штукатурки сто процентов к максу работа которую он сделал особенно сейчас когда краска да со временем схватил и все проявила себя шикарнейшая оценка 5 баллов и самое главное что он просто пришел без лишних слов расставил все свое оборудование и буквально за четыре дня выполнил работу на 5 баллов я знаю что многие из вас реально заинтересовались приточкой болю вы можете по ссылочке в описании посмотреть больше подробностей на что она способна потому что там есть очень много разных режимов так например режим проветривания когда вам не нужно открывать ваши окна потому что приточка умная нафаршированная сделает все за вас в мороз у нее есть подогрев то есть они будут греть вам воздух там до 30 градусов до комнатной температуры постоянно у вас будет идти комфортная среда в доме вы не будете от нее мерзнуть ну и так далее так самое главное что у них есть черные пятницы заходите и покупайте ее себе со скидочкой подчеркиваю со значительной скидочкой точно так же ссылочка будет ждать вас на кандей тошибу ну и радиатора отопления royal thermo они представлены в трех видах цветовых это модель билайнер серый белый и темный цвет у них есть но мы естественно выбрали белый потому что в нашем случае именно он подходил лучше всего вообще у компании royal thermo огромный ассортимент различных радиаторов отопления так еще важно понимать что производство это российская одна из их моделей радиаторов получила самую крутую награду по дизайну в мире reddit а вот монтажом кондиционера занималась компания get split на тот момент это был август жарище стояло дико повсюду огромные очереди никому не записаться владелец компании алексей это человек с которым мы когда снимали один из сюжетов он есть на канале я обратился к нему будет вообще без проблем ребята приехали ну реально тоже спецы все по-быстрому сделали заменили подключили я остался только доволен они занимаются продажей и установкой кондиционеров по всей нашей стране обслуживают в том числе более продвинутую холодильную технику в общем все то что нужно заходите к ним на сайт смотрите обращайтесь если вы вдруг с региона вам сделать бесплатную доставку сейчас вот на самом деле самое шикарное время покупать себе все эти конди и устанавливать их потому что спрос меньше соответственно можно получить скидку никаких очередей на монтаж нету вам приехали поставили а уже летом когда становится жара вы только на кнопочку нажимаете и кайфуете утро же как-никак у многих возможно обед ужин рассказывать о том что как все классно это понятно но ведь нужно же добавить немножко жестиночки ребята слушайте внимательно рассказываю вам историю как меня человек у которого я снимал квартиру кинул просто просто поступил как непорядочный человек значит смотрите мне квартира нужна была на три месяца когда я начал ее искать в нашем доме единственный вариант который был эта трехкомнатная квартира по фотографиям казалось то что еще плюс-минус норм но когда я туда пришел я понимал что квартира очень старая что все там давным-давно сделано ну какие вопросы могут быть трешка за 55 тысяч рублей в месяц плюс 5 тысяч коммуналка не нравится пожалуйста город большой выбирай все что хочешь естественно согласился заехал начал жить подписали договор все как положено оплатил сразу первый месяц оставил депозит 55 тысяч все как положено дядька пришел собственник квартиры очень ваш человек вот такой ходите дмитрий дмитрий у меня много квартир я сдаю рантье простыми словами сдает квартиры собирая деньги и собственно ни хрена не делает путешествует как я понял по миру постоянно стучайным образом не знаете пересылал его путешествие в доминикан вроде бы он ошибся но присылал это мне не знаю зачем он это делал но дело так суть до дела месяц проходит два и вот остается буквально несколько дней до сдачи я его информирую о том что я нахожусь за границей все ок говорю мы уже заранее все вещи вывезли потому что в квартиру мы переехали восьмого если не ошибаюсь сентября то есть мы уже в начале сентября начали жить оставалось только очистить зал и кухню все я попросил ребят ребята пришли забрали оттуда все вещи в общем все что наше было вывезли ну и собственно приходят от него человек принимать квартиру мне парни сразу позвонили скале диман они просто не в себе они смотрят квартиру так словно ты брал в аренду новую квартиру прожил в ней там три месяца и вот они как каждому пустяку ко всему придираются я буду пусть смотрят а смотря если не ошибаюсь там занял час а то и полтора какие-то такие цифры после чего мне звонит собственника начинает рассказывать дмитрий что это такое начинает как бы повышать голос на меня начинает там претензии не делаю а что случилось то и начинает рассказывать вот вы порвали обои вы порвали то вы сломали это и короче мне выкатывает вот такой список из которого я согласен был только с двумя пунктами ну реально с двумя все все остальное ну как такое может быть этого же не было там одна из претензий была сломанный стол представь тогда крышка стола приходила его жена за две недели до этого специально смотрела квартиру я и все показывают все классно вопросов нету все в таком же состоянии к слову жена приходила за две недели через четыре дня мы уехали жить на свою квартиру я прям беру показывает столбую вот видите у вас крышка на не закреплена мы об этом узнали на второй день будет а как же так говоря я буду знаю как так говорю в вашем мебели я к ней даже не прикасаюсь потому что мы завезли свой диванчик я спал на своем диване то есть только жена с ребенком спали на их кровати вот я ему это объясняю и я понимаю то что человек просто в наглую делает вид что как будто бы все было хорошо это вот ты все сломал и я офигел я говорю слушайте володя вы взрослый человек там 55 лет что ли ему он там все гордился тем что он 20 лет там чуть ли не в каком-то спецназе проработал но вы же мужчина вы же должны за слова отвечать но я этого не делал вы же это прекрасно знаете нет 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 и к чему это веду вот вы вдумаетесь просто вот проанализирует ситуацию россия москва мой сосед по факту живет соседнем подъезде он знает что я живу здесь он со мной общался всегда он рад был что я у него квартиру снимая ему оплачивал все эти месяца просто наперед с деньгами никак проблем не было я его ни разу ни по какому пустяку не беспокоил более того его квартиру я вызвал это убийство тараканов раз поменял там несколько розеток потому что они у него были в плачевном составе они там одна просто взорвалась блин это действительно было я об этом всем этом рассказывал я вопрос информируем что мы это сделали претензий никаких нету ничего возмещать мне нужно все ок и как бы он был доволен но тут происходит такая ситуация и вот он мне показывает свою жопу я был просто-напросто в шоке деньги он естественно он насчитал так что 55 тысяч рублей депозит он насчитал что 54 тысячи 738 рублей я ему должен короче он на карту перевел там что-то 220 рублей на вот за вычетом и вот смотрите ситуация его квартира на тот момент стоил там ну примерно там 15 миллионов рублей вот и рыночная цена 15 миллионов рублей 55 тысяч рублей в месяц залог такое же 55 тысяч рублей месяц я снимал квартиру в дубае в одном из престижных районов дубай марина в хорошем доме в шикарный я бы даже сказал цена квартиры примерно 50 или 60 миллионов рублей то бишь в четыре раза дороже квартира после абсолютно нового ремонта то есть мы туда приходим там все новое вы обо всем этом знаете я это показывал на канале один из столов там жене понравился мы посмотрели в интернете стол стоил журнальный там такой большой 300 тысяч рублей вот такой как он все новенько я снимал квартиру за двести пять тысяч рублей депозит был семнадцать тысяч рублей когда приходили принимать квартиру пришел человек за три минуты посмотрел все увидел что все точно в таком же состоянии просто выборочно проверил работает ли стиральная машинка работает ли газовая плита посмотрел сказал все вопросов нету все здорово я ему говорю что смотрите мы разбили одну кружку мы разбили одну тарелку и у них были удлинители лежали в комплекте там переходники я один удлинитель забираю с собой он мне нужен будет поэтому вы расскажите сколько давайте как бы рассчитаем нет проблем нету пожалуйста мы все пришим как бы ничего доплачивать не нужно абсолютно нормально такой думаю чего и буквально через три минуты как он реально как как он пришел он мне тут же отдает мой депозит мы подписываемся что у них ко мне претензий нету я всем доволен все мы расходимся как он такое за границей где-то далее вы скажете это дубай вьетнам хашимин я жил там тоже в престижном жилом комплексе четыре дня хашимин он выйдет на канале я вам все сниму покажу увидеть квартирку квартирка кстати тоже шикарная жилой комплекс просто бомба аренда квартиры один месяц 60 тысяч рублей если так посмотрите просто офигеете вот и и собственно та же самая история я уезжаю там даже никто не пришел и принимать я говорю у ребятам а как вот допустим они не будут смотреть а ты там что-то сломал я говорю нет ну и все как бы чё все же хорошо ты же сдал ее в том состоянии в каком она была я говорю да вот она вам разница поэтому сосед я с него просто конечно офигел от его поступка хотел на него пожаловаться написать в мост жилой инспекции потому что у него сделана перепланировка квартире она у него не узаконена и соответственно думаю кляузу кинуть на него и все и пусть потом бегать разбирается пока что этого не сделал хотя когда я об этом рассказывал своих социальных сетях многие люди сказали надо надо проучить потому что иначе этот человек так и будет ко всем остальным относиться точно так же наплевательски и собственно такая история по сути квартира у него дыра если кто-то захочет снимать квартиру мало ли вы сейчас смотрите трешечку в москве в районе царицына на улице сиванская ребята контакты все со мной в описании пришлите сперва мне объявленица на эту квартиру если это она я вам сразу говорю снимать ее не нужно во первых вся квартира в тараканах это просто жесть а во вторых владелец непорядочный человек и вероятность того что он вас кинет пара равна девяносто девяти процентов вот собственно так в жизни бывает взялся за проект с ремонтом квартиры выполнил его и вы сейчас увидели четвертую финальную серию уверен что некоторые люди сейчас будут шокированы от цен но ребята вот столько стоит сегодня качественные материалы вот столько стоит сегодня хороший ремонт и чтобы не тешили себя тем что за 500 тысяч сделать можно таких-то не существует далее из этого уютного гнездышка буду продолжать снимать сюжеты и у меня уже готовится один очень интересный диалог с одним очень интересным и известным вам человеком поэтому подпишитесь на канал чтобы не пропустить сюжеты всем с кем работал по ремонту говорю огромное спасибо очень рад что у нас с вами все получилось и мы сделали быстрее всех поставленных сроков на этом все не добавить не убавить до новых встреч всем пока пока